И слово для доклада на тему стратегии выбора питания для профилактики аллергии у ребенка с точки зрения экономической эффективности предоставляется кандидату медицинских наук, доценту Самарской медицинской академии Мигачевой Наталье Борисовне. Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, вот мое выступление сейчас станет логичным продолжением той дискуссии, которая разгорелась вокруг вопросов внутриутробной сенсибилизации и выбора питания для ребенка для профилактики аллергии. И разрешите мне, пожалуйста, начать с короткого клинического примера. Это ребенок, который родился у 39-летней мамы, мама уже имеющей взрослого 18-летнего сына, но за этот долгий промежуток времени она, к сожалению, подзабыла правила и принципы рационального ухода и вскармливания ребенка. Мама, к тому же, страдает легкими проявлениями, очень легкими проявлениями весеннего полиноза, такими легкими, что она не посчитала необходимым упомянуть об этом, общаясь с докторами, которые смотрели ребенка на дородовом патронаже в родильном доме. И, к сожалению, ребенку не повезло, потому что в первые же два дня жизни в родильном доме маме показалось, что ребенку не хватает грудного молока, она категорически настояла на том, чтобы ему ввели до корма. И вы видите, в каком порядке вводились до корма, я не буду останавливаться на подробностях, но дело в том, что к моменту выхода из родильного дома, к пятому дню у ребенка появились высыпания на коже. Педиатр, который посмотрел их дома, сказал, да, это на смесь реакция, давайте поменяем ее на другую. И каждый следующий доктор, который смотрел ребенка, ругал предыдущего, назначал новую смесь, потому что за 4 месяца жизни у ребенка не было ни одного дня чистой кожи. И к 4 месяцам, когда ребенка посмотрел детский аллерголог-иммунолог, вы видите на фотографии тяжелейшие проявления атопического дерматита с очень выраженной сухостью, с тяжелейшим кожным зудом, который не прекращался ни днем, ни ночью. Присоединились проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, невролог, который смотрел ребенка в 3 месяца, поставил диагноз перинатальной энцефалопатии, естественно, назначил дополнительное лечение по этому поводу. Когда ребенок был обследован, у него была выявлена очень высокая степень чувствительности к белку коровьего молока, при том, что он уже к этому моменту получал высоко гидролизованную смесь сывороточную, он получал полный объем фармакотерапии и современные хорошие средства ухода за кожей. Фактически мы видим, что за 4 месяца мы сами сформировали у ребенка вот эту гиперчувствительность к белку коровьего молока за счет нерационального его вскармливания. Давайте подумаем, каким образом мы могли бы повлиять на ситуацию и изменить ход этих событий. В первую очередь, конечно, мы все с вами здесь понимаем, вот из того, что я уже сказала, что, конечно, ни о каком введении до корма на второй, третий день жизни ребенка в период нахождения его в роддоме речи быть не могло. Конечно, врач должен был настоять на сохранении грудного вскармливания, потому что лучше, чем грудное молоко, конечно, никакого варианта замены быть не может ни с точки зрения физического, интеллектуального развития ребенка, ни с точки зрения профилактики аллергии. Но все-таки бывают ситуации, когда продолжение грудного вскармливания действительно невозможно. И вот здесь очень важный вопрос, а какую смесь мы должны выбрать ребенку, особенно ребенку из группы риска по развитию аллергических заболеваний, для того, чтобы уменьшить риск развития у него аллергического заболевания. И, конечно, в первую очередь мы должны ориентироваться на вопросы доказанной клинической эффективности. Сегодня много уже об этом говорили, что, конечно, и в многочисленных исследованиях было показано. И практически во все международные национальные клинические рекомендации по вскармливанию уже внесен постулат о том, что ребенку из группы риска по аллергии при невозможности грудного вскармливания, конечно, не может назначаться смесь на основе цельного коровьего молока, цельного белка. И такие рекомендации по меньшей мере выглядят непрофессионально. Но помимо того, что смесь должна быть клинически эффективной, к сожалению, очень много еще других факторов вмешиваются в наш выбор. И к таким критериям, конечно же, будут относиться безопасность, и смесь обязательно должна обеспечивать правильное физическое и интеллектуальное развитие ребенка. И, конечно, вкусовые качества. Потому что в том же исследовании при Афджине было показано, что дети, которые получают вскармливание высоко гидролизованной, но горькой смесью, и на каком-то этапе переводятся на стандартную смесь в связи со вкусовыми пристрастиями ребенка, к сожалению, вся клиническая эффективность тут же теряется. И в результате они реализуют атопический драматит ровно с такой же частотой, как дети, которые изначально получали стандартную смесь. И, конечно же, очень важным критерием в нашем выборе порой является экономичность. Я заведомо это слово употребила, а не цена, потому что, к сожалению, вот с этой точки зрения порой мы совершенно с противоположными ситуациями встречаемся в жизни. Потому что в некоторых случаях родители готовы покупать более дорогую смесь, как им кажется, раз она более дорогая, значит она более эффективна, но которая на самом деле не доказала своей клинической эффективности. Как вот было показано уже в предыдущей презентации, что некоторые, не все, даже высоко гидролизованные смеси способны формировать пищевую толерантность и профилактировать развитие аллергического заболевания у ребенка. С другой же стороны, конечно, гораздо чаще в жизни мы сталкиваемся с ситуацией, когда или родители выбирают более дешевую смесь, потому что они не могут оплачивать более дорогую, или в родильном доме покупается, используется смесь именно с точки зрения невысокой цены, как первый докорм ребенку. Мы же с вами, с практической точки зрения врача, мы, конечно, должны исходить не из того дешевого варианта, который бы мы оправдали для использования, а в первую очередь необходимо рассчитать те затраты, которые необходимы для достижения нашей высокой эффективности, и соотнести эти затраты с нашими возможностями. И вот в этом вопросе нам очень здорово на сегодняшний день помогает новая, современная, очень бурно развивающаяся наука, которая называется фармакоэкономика, и основная задача, которая изучить в сравнительном плане соотношение тех затрат, которые необходимы для внедрения той или иной медицинской технологии, и выгоды клинической эффективностью, безопасностью, качеством жизни, которые получают наши пациенты при внедрении этой медицинской технологии. И, естественно, именно фармакоэкономика дает нам возможность конкретные получить рычаги для внедрения той или иной методики, той или иной технологии в реальную клиническую практику. Фармакоэкономика дает нам возможность оценить эффективность с разных точек зрения, с позиции в первую очередь самой семьи, которая тратит деньги на покупку лекарственных препаратов, на покупку средств ухода за кожей для детей, у которых разовьется атопический дерматит, естественно, на покупку самой смеси при необходимости искусственного вскармливания. Фармакоэкономика дает нам возможность оценить эффективность той или иной методики с позиции государства, в частности, Министерства здравоохранения, которое тоже несет затраты по госпитализации детей, по амбулаторному их наблюдению, по части, например, восполнения затрат, которые несет семья, ну и, естественно, с позиции общества в целом. И всегда фармакоэкономический анализ строится на позициях доказательной медицины. Всегда он начинается с метаанализа тех рандомизированных контролируемых исследований, которые уже изучили клиническую эффективность. То есть это дает нам возможность, опять-таки, выбирать не из всего самое дешевое, а выбирать из лучших, из самых эффективных клинических методик, ту, которая окажется наиболее экономически выгодной. И на основе метаанализа дается ответ на вопрос, эффективна ли, в принципе, эта методика, а затем оцениваются затраты, которые необходимы для внедрения этой методики, и имеется возможность определить разницу в затратах, которые будут необходимы при внедрении не только этой, но, может быть, других похожих или альтернативных технологий. В результате с помощью различных индексов вычислений мы можем определить эту результативность как в конкретном количественном, в денежном, например, выражении, как показатель затрат и эффективности, так и в качественном, таком, как, например, показатель полезности затрат или количество качественно прожитых лет жизни нашим пациентам. И в результате этого фармакоэкономического анализа мы можем построить несколько моделей клиника экономической эффективности той или иной методики, в которых в первую модель попадут те методики, которые являются действительно очень высокоэффективными, но при этом дорогими. И при этом, конечно, мы в каких-то ситуациях можем их использовать, когда нет других более экономически выгодных альтернатив. Второй вариант в том случае, когда методика действительно дорогая, но при этом совершенно не обладает высокой эффективностью, и, конечно, такие методики в нашей жизни, в нашей практике, в нашей мы использовать не должны, ни при каких условиях. Третий вариант в том случае, когда методика недорога, но при этом и не обладает эффективностью, поэтому, конечно, опять-таки мы эти методики в редких случаях можем использовать в практике. Ну и, конечно, четвертый, оптимальный вариант в том случае, когда методика оказывается высокоэффективной и при этом с невысокой стоимостью, экономически выгодной. это самый лучший вариант для внедрения в нашу клиническую практику. Учитывая то огромное бремя клиническое, экономическое, аллергических заболеваний вообще, атопического дерматита в частности, для государства, для общества в целом, в мире давно уже ведутся достаточно серьезные такие клинико-экономические исследования эффективности различных вариантов вскармливания у детей для профилактики аллергии. И вот в течение последних пяти лет было опубликовано несколько таких результатов серьезных, исследования, которые были проведены в европейских странах, исследования, которые были проведены в Австралии, например, о чем уже упоминала Лелоси Муровна сегодня, и в развивающихся странах, например, последнее исследование Филиппинское, они на самом деле показали очень близкие результаты. Посмотрите, вот в частности исследование, которое было в Европе проведено, Четыре страны оценивались, оценивалась эффективность применения частично гидролизованной смеси по сравнению со стандартной смесью для профилактики аллергии. И оказывается, посмотрите, какое огромное количество случаев атопического дерматита может быть предотвращено путем внедрения этой методики, это сиреневые цифры, и какая финансовая выгода при этом будет для семей детей, которые страдают атопическим дерматитом, для профилактики этого заболевания, с учетом, правда, того, что в европейских странах стоимость смеси оплачивается государством, не самими родителями. И если в этом случае, ведь до сих пор во многих случаях для профилактики и родители, и доктора иногда для профилактики аллергии используют высокогидролизованные смеси, вот в этом случае было, например, просчитано, что если заменить частично гидролизованную смесь на высокогидролизованные, то и семья, и общество в целом несли дополнительные экономические расходы при той же клинической эффективности в размере от 500 евро при применении сыворочной гидролизованной смеси и более 600 евро. Общие результаты всех этих следов не оказались на удивление похожими. Частично гидролизованная сывороточная смесь является и клинически, и экономически эффективной по сравнению со стандартной смесью для профилактики атопического дерматита в группах риска у детей, которые не находятся на грудном вскармливании. Частично гидролизованные смеси оказались гораздо более экономически выгодными по сравнению с высокогидролизованными смесями обоими типами и сывороточной и казеиновой во всех проводимых исследованиях. Общий вывод о том, что раннее использование частично гидролизованной сывороточной смеси у здоровых малышей из групп риска, которые не могут находиться на грудном вскармливании, выглядит очень экономически выгодным, поскольку действительно может снижать экономическое и клиническое бремя атопического дерматита. И, конечно, эти результаты должны быть очень важны для тех людей, которые принимают какие-то серьезные организационные решения, в частности, опять-таки, в вопросах закупки, например, смеси для родильных домов или для агентств, которые восполняют затраты нашим пациентам. Но что интересно, несмотря на то, что результаты очень похожи во всех этих исследованиях оказались, все-таки для каждой конкретной страны такой клинико-экономический анализ должен быть проведен отдельно, потому что в этом анализе учитываются совершенно конкретные цифры. Стоимость, например, для этой страны смеси, которая используется для профилактики или для лечения, стоимость фармакотерапии, вот в частности, я сказала уже, что в Европе, например, стоимость смеси была отнесена на затраты государства, в нашей же стране это будет отнесено на затраты лично семьи, потому что родители вынуждены покупать ее сами. А на Филиппинах, например, для лечения атопического дерматита, вот в развивающих странах очень широко используют соевые смеси, поэтому в их клинико-экономическом анализе были использованы в лечении именно соевые смеси. Понятно, что в европейских странах, в том числе в нашей стране, для этого должны быть учтены смеси высоко гидролизованные, которые являются лечебными, и которыми мы будем с вами назначать в случае развития у ребенка атопического дерматита. Поэтому, конечно, очень важным именно для нашей страны явились результаты исследований, которые были в прошлом году опубликованы и проведены у нас в России, целью которого явилось проведение сравнительного клиника экономического анализа применения двух смесей, частично гидролизованной сывороточной смеси и стандартной смеси для профилактики атопического дерматита, возрастные периоды от 0 до 12 и от 0 до 36 месяцев. Этапы были совершенно такими же, как для любого фармакоэкономического анализа. Первый – это проведение систематического обзора тех рандомизированных контролируемых исследований, которые показывают клиническую эффективность, на основании чего мы можем построить конкретные модели того, как будет развиваться ситуация в группе, в такой гипотетической когорте с тысячей детей, которые получают стандартную смесь, например, для профилактики атопического дерматита, и частично гидролизованную сывороточную смесь. Какое количество детей реализуют атопические дерматиты или не реализуют, как распределяться по тяжести заболевания в этих группе дети, какой объем фармакотерапии и какое количество затрат будет на перевод на лечебную смесь, например, у этих детей из этих групп. И на заключительном этапе был проведен клинико-экономический анализ затраты эффективности. Что же получилось в результате? Оказывается, что вот в этой гипотетической когорте с тысячей детей, которые получают стандартную смесь на основе цельного коровьего молока, в течение первого года жизни атопический дерматит разовьется у 145 детей. А в группе, которая получает частично гидролизованную смесь, у 77, получается, что применение для профилактики частично гидролизованной смеси сможет предотвратить 68 случаев атопического дерматита на 1000 детей. А к трем годам эта цифра увеличивается до 80. Естественно, те семьи, которые получают частично гидролизованную смесь, будут иметь большие затраты на искусственное вскармливание в силу того, что она стоит дороже, примерно в полтора раза за три года. И в пересчете на каждого конкретного ребенка получается, что разница в течение первых шести месяцев между стандартной и частично гидролизованной смесью оказывается 1125 рублей. То есть столько стоит правильное питание для ребенка в случае невозможности грудного вскармливания для профилактики аллергии. Но, посмотрите, после шести месяцев у части детей разовьется атопический дерматит. И поскольку в группе, которая получает стандартную смесь этих детей больше, то и затраты на перевод на лечебную смесь в этом случае в два раза выше оказываются, чем в группе детей, которые получают частично гидролизованную смесь для профилактики. Естественно, дети, которые реализуют атопический дерматит, потребуют и больших затрат на лечение. И в этом случае с позиции всех, и системы здравоохранения, и семьи, и всеобщества в целом, практически в течение трех лет жизни разница составит полтора раза. То есть частично гидролизованная смесь дает нам возможность внедрения этой методики, дает возможность в полтора раза уменьшить затраты на лечение атопического дерматита. И в конечном итоге дополнительные затраты и показатель превращения эффективности, два главных показателя клиника экономической эффективности, выглядят таким образом. Для системы здравоохранения в течение трех лет наблюдения внедрение частично гидролизованной смеси для профилактики аллергии сэкономит нам более 5 миллионов рублей. Затраты семьи в данном случае, конечно, оказываются немножечко выше, но для общества в целом, опять-таки, посмотрите, за три года наблюдения даст возможность сэкономить более 4 миллионов рублей. В результате клиника экономического анализа этого было показано, что внедрение, опять-таки, вот этой методики, этой технологии профилактики аллергии даст возможность получить положительные результаты не только для государства и общества в целом, но и для каждой отдельной семьи. Потому что, ну вот, согласно результатам моделирования применения этой смеси и с точки зрения системы здравоохранения, с точки зрения общества в целом, безусловно, имеет большую экономию, а с точки зрения семьи, посмотрите, с позиции семьи выбор вариантов скармливания в пользу частично гидролизованной смеси, конечно, потребует несколько больших вложений. Но это даст возможность на первом году жизни уменьшить риск развития атопического дерматита у детей на 47% вдвое, а в течение трех лет жизни на 30% и, естественно, при этом уменьшаются затраты на лечение атопического дерматита у тех детей, которые его реализуют. И, конечно же, вот опять возвращаясь к нашим моделям клиника экономической эффективности, именно частично гидролизованные сывороточные смеси, которые доказали свою клиническую эффективность в рандомизированных контролируемых исследованиях, попадают вот в эту четвертую, самую эффективную модель, которая и дает нам реальную возможность использовать их в нашей клинической практике. И, безусловно, внедрение новых современных технологий, которые подтвердили свою клиникоэкономическую эффективность с точки зрения профилактики аллергии, даст нам возможность не только уменьшить вот общее бремя, там, клиническое, экономическое, атопического дерматита, это, конечно, даст нам возможность улучшить качество жизни детей, в первую очередь с атопическим дерматитом, качество жизни семей. И закончить я хотела бы словами одного из деканов Гарвардской школы здравоохранения, который сказал, что нам нужно не просто больше денег для здравоохранения, нам нужно больше здоровья за эти деньги. И я думаю, что этим требованием как раз и удовлетворяет вот та технология, о которой мы сегодня говорили. Спасибо. Аплодисменты